Дорогие друзья, давайте сегодня с вами поговорим об отрыжке. Отрыжка это эвакуация воздуха из пищевода или желудка в глотку. В большинстве случаев это является абсолютной нормой, когда человек ест вместе с пищей, он проглатывает воздух и желудку, конечно, когда он перерастягивается, лишний воздух не нужен, и он его просто-напросто эвакуирует назад. Ненормальной считается отрыжка, только если она доставляет неудобства или её слишком много. Бывает наджелудочная и желудочная отрыжка. Наджелудочная это значит воздух эвакуируется не из желудка, а выше, из пищевода. Желудочная же, когда воздух эвакуируется из желудка, она может усиливаться пищей, которая расслабляет сфинктер между пищеводом и желудком, тем самым воздух будет выходить назад. Такими продуктами являются шоколад, бентол и жиры. Желудочная отрыжка обычно несознательная, она является нормальной и происходит до 30 раз в сутки. У тех, у кого есть так называемая аэрофагия, аэро это воздух, фагия, ну, соответственно, кто глотает воздух, то есть обычно люди с повышенной нервозностью, которые все время глотают слюну, воздух у них, эта отрыжка обычно наджелудочная, то есть воздух накапливается в пищеводе, а не в желудке. И оттуда потом эвакуируется в виде отдышки. У этих людей отрыжка может входить на первое место, она может их беспокоить, и даже врачи, они могут считать, что это связано с какими-то проблемами желудочно-кишечного тракта, хотя, по сути, эта проблема исключительно психологическая. Особенно она может усиливаться, когда люди знают, что на них смотрят. Если же отрыжка ассоциирована все-таки с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как ГЕРБ, то есть рефлюксная болезнь с изжогой, или с функциональной диспепсией, но здесь отрыжка уже будет не на первом месте. То есть неизолированный симптом. Правда, если есть боль в животе, потеря веса, нарушение прохождения пищи по пищеводу при глотании, особенно если это касается больше твердой пищи, если есть изжога, то тут, конечно, нужно обследоваться. Здесь могут помочь гастроскопия, может быть рентген-контрастное исследование с проглатыванием контраста, бария, может помочь компьютерная томография. Ну и кроме того, для постановки диагноза отрыжки имеются римские критерии. По лечению. Ну, прежде всего нужно помнить, что большая часть отрыжки, особенно если это изолированный симптом, это всё-таки доброкачественные вещи, и не нужно сильно беспокоиться по этому поводу. Здесь какие рекомендации? Ну, первое, ограничить жвачки, ограничить курение, сладкие газированные напитки, и надо есть не спеша, хорошо пережевывать, не заглатывать пищу. Если человек беспокойный, если у него есть какая-то нервозность повышенная, если у него есть депрессия, то, конечно, здесь нужно, чтобы лечил соответствующий специалист, потому что лечение основного заболевания поможет с отрыжкой. Если есть ещё и ГЭРБ, то это гастроэнтерологи назначают лечение, чтобы меньше шёл заброс. Плюс ещё есть такие упражнения в виде диафрагмального дыхания. Человек кладёт одну руку на грудь, вторую на живот, и при вдохе у него поднимается только рука, которая лежит на животе, а та, которая лежит на груди, практически не двигается. Вдох идёт носом, выдох идёт ртом. Делайте хотя бы 3 раза в день по 5 минут. Такие упражнения, они снижают давление в животе и улучшают тонус сфинктера между желудком и пищеводом. Но помните, если есть какие-то ещё симптомы, когда отрыжка уходит на роли, на третий план, конечно, нужно обязательно обследоваться, прежде всего у гастроэнтеролога. Если вообще ничего не помогает, существует такой препарат баклофен, но, учитывая, что он имеет побочные эффекты, нужно начинать с других методов. На этом всё. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин